В этот день, 18 февраля, родились Цалевич Алексей Петрович, сын государя Петра Первого. Он был увлечен в составлении заговоров против отца, за что и был приговорен к казни. Алексей Венецианов, русский художник. Родившись в семье московского купца, Алексей грезил только творчеством. Научившись рисовать портреты друзей и копии картин, юноша переехал в столицу, где без связи и денег ему приходилось туго. Лишь благодаря поддержке живописца и учителя Владимира Боровиковского способный ученик смог состояться как художник. После петербургской выставки, на которой было представлено полотно гумна, Венецианов приобрел ряд покровителей в лице влиятельных князей, министров и даже монарха Александра Первого. При этом государь даже демонстративно забыл о скандале с первым русским журналом-карикатур, издаваемым венецианом. Тогда весь тираж был полностью уничтожен, ведь гравюра Вельможа так сильно напоминала государя. Теперь же надурщиками для Венецианова стали простые русские мужики и крестьянки, погружавшие посетителей выставки в мир лета, света и тепла. Вот один из отзывов. Кисть, освещение, краски – все пленяет. Одна только модель, если смею сказать, не пленительна. Мне кажется, художник во всяком случае должен избрать лучшее. Можно все написать превосходно, но лучше превосходно писать. То, что прекрасно. Вот так, мол, все прекрасно, но зачем же изображать людей подлого сословия. А многие коллеги по цеху разгромили самобытность жнецов и непосредственность спящих пастушков. Вслед за коллегами вся страна не заметила уход русского художника. Не было ни пышных некрологов, ни величественных эпитафий. Лишь спустя десятилетия недооцененное имя Венецианова встало в один ряд с выдающимися русскими живописцами XIX века. В этот день, 18 февраля 1268 года, состоялась Роковорская битва, крупнейшая победа русских князей над Ливонским рыцарством. 18 февраля 1700 года государь Петр I вручил орден святого Андрея Первозванного Гетману Мазепи. Это было второе награждение этим орденом в истории. Никто тогда не подозревал, как разойдутся дороги этих двух людей. 18 февраля 1833 года Пушкин завершил роман «Дубровский». Сюжетной линией для романа «Дубровский» послужила реальная история о белорусском дворянине Островском, который поведал Пушкину один из его приятелей. Писателю требовались деньги. Всего за две недели он окончил первый том, а за полгода переработал историю в двухтомный роман. Главный герой «Дубровский» стал эдаким русским Робином Гудом и не мог не понравиться читателю. Но завершив последнюю главу романа, Пушкин не поставил жирную точку. В писательских черновиках остались разработки третьей части «Дубровского», где главный герой возвращается на родину для встречи с Машей, но вынужден снова пуститься в бега. По какой причине продолжение книги осталось незаконченным, неизвестно. Автор перегорел, отвлекся на другие произведения или помешал жестокий рюматизм, как утверждал Пушкин при написании второй части. Однако некоторые коллеги считали, что продолжение следует писать или не следовало. Например, поэтесса Анна Ахматова. Вообще считается, что у Пушкина нет неудач, и все-таки Дубровский – неудача Пушкина. И слава богу, что он его не закончил. Дубровский окончен, и по тому времени был бы великолепное чтиво. 18 февраля 1944 года состоялась операция «Ульм» по заброске немецких диверсантов в глубокий советский тыл на Урал. К зиме 43-44 годов исход войны уже ни у кого не вызывал сомнений. Гитлеровцы судорожно искали какие-то неожиданные ходы. Так и пришла идея операции «Ульм», целью которой являлось уничтожение основных военных заводов на Урале. Там, где ковалось главное оружие победы – танки. Однако советская контрразведка сработала на отлично, и уже 1 января 1944 года высшее руководство обсуждало секретные бумаги и готовило западню для фашистов. Но провал операции произошел даже не благодаря советским спецслужбам. Немецкие асы сбились с курса и выбросили диверсантов за 300 километров до нужного места – в глухой тайге. Несколько диверсантов тут же бесславно погибли, а другие – некто Стахов, Андреев и Грищенко, помыкавшись по лесу до лета, голодные и оборванные вышли к близлежащему селу и сдались местному командованию. Это был провал. До центров уральского производства никто даже не добрался. 18 февраля 1945 года от пыток в немецком концлагере погиб генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, знаменитый военный инженер. Немцы облили его водой и оставили стоять на морозе. Таким был этот день, 18 февраля.